Всем привет! С вами Владька и сегодня мы обозреваем Лего Чима Паука Спартуса. Ну, начнем с того, как его надо собирать. Собираем фигурку Горзона. А сейчас мы собираем фигурку Спаратуса. А теперь мы собираем паутину, где хранится чип. А сейчас мы начинаем собирать туловище. Вот мы прикрепляем штуки, на которые потом будут цепляться ножки. Вот мы крепим усики. Но самое сложное, это усики по бокам. Их очень-очень трудно прикрепить. Вот так вот они двигаются. А теперь мы прикрепляем пушку. Она двигается и стреляет. А сейчас мы будем прикреплять сами ножки. Вот мы прикрепляем последнюю ножку. Вот мы прикрепляем ножки, которые двигаются. Туда-сюда, туда-сюда. 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 А сейчас мы прикрепляем последнюю ножку. И вот он уже готов. Ну что, я скажу, что его не тяжело собирать. Его собирать, ну, два часа или час. А сейчас мы осмотрим коробку. Ну, коробка вполне нормальных размеров. Ну, не совсем стандартных. Но что мы видим? Паук стреляет в горзона. Вполне нормально. Спаратус против горзона. Но я ожидал, что будет не два человечка, а там, например, хотя бы уже три. Там, например, чтобы был еще лавал. Смотрим человечков. Ну что ж, я думаю, начнем с горзона. Горзон. У него в руках его перчатка. Вполне хорошая такая вот перчаточка, которую можно бы хорошо и бить. Потом у него в руках чьи. Всего лишь одна. И она одна в наборе. Вообще, я первый раз вижу, что горзон в доспехах. А у него вот лицо. Два лица, как обычно. И сейчас мы осмотрим Спаратуса. Ну, начнем с головы. У него всего лишь-то одна лицо по сравнению с горзоном. Такие большие клыки. И сейчас мы осмотрим и оружие. Оружие. Вполне нормальное оружие такое. Вот топорик. Но хотя бы топорик не то, что в некоторых лего. Тут прикрепляются эти. А тут он колпачком. И еще мне нравится паучок тут у него. Но это не последнее его оружие. У него еще есть копье. Не знаю, зачем оно добавлено. Ну, чтобы от чьи горзона он спасался, наверное. Ну, вот такой вот неплохой. Меня вот прикалывает вот этот вот паучок. То, что у него сидит на топоре. Кто может паучок? Он может двигаться своими лапами. Но не всеми. Эти вообще не достают земли. А этими вообще можно только вот так. Разве что. Вот с помощью вот этой вот кнопки двигаете ее. И он двигается своими лопастями. Еще у него есть пушка. Которая стреляет. Ну, стреляет она вполне... Нет. Она стреляет, ну, не очень такие. И хорошо. И она еще двигается. Вот. Не очень хорошо стреляет. Как-то криво. Но эта пушка двигается вот так, вот так. Вот так, вот так. Ну, а что? У него еще двигаются усики. Только вот эти вот усики надо аккуратно двигать. Потому что если сломаешь эти усики, то потом их не прикрепишь. Ну, вот такой вот паук. А теперь мы посмотрим на сюрприз. А теперь вы готовы? Вы готовы? Вы готовы на 100%? Вы уверены? Ну, тогда, встречайте, сюрприз. Йетти. Он продался вот такой вот в коробочке. Тут еще куча таких вот человечков есть. Мне нравится вот такой вот. Ну, что? Йетти. Красивый. Моему папе понравилось. И есть еще к нему такая вот штука. Первое. А где можно помечать, какие у вас есть, каких у вас нету. Человечка. Мне лично нравится вот такой робот. А на другой стороне покажутся все детали. Но тут просек. Вот эти вот детали мне вообще не попалось. Вот эта вот штука, которая должна идти с вот этим вот Йетти в комплекте. Ну, если у вас попалась, то пишите в комментариях, что она у вас все-таки попалась. Может, у меня не попалась. Ну, что ж, на этом будем заканчивать. Если ты еще не поставил лайк, то поставь его. А с вами был Влад. Всем удачи. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok